Правителя Мексиканской империи погубила мягкость характера. 10 апреля 1864 года произошло удивительное событие. Бывший австрийский эрцгерцог Максимилиан был провозглашен императором Второй Мексиканской империи. Это государство просуществовало всего 4 года, а его единственный монарх был расстрелян. Максимилиан Габсбург был вторым из пяти детей эрцгерцога Франца Карла. Его старший брат Франц Иосиф стал императором Австро-Венгрии и правил страной почти 70 лет. Братья совсем не походили друг на друга. Франц Иосиф расчетливый, бережливый, не склонный к мечтаниям, приверженец старого этикета. Последний монарх старой школы, как он себя сам называл. Максимилиан, наоборот, терпеть не мог условности этикета. Вел себя просто, за что снискал любовь жителей Вены. Был прекрасно образован, знал семь языков. Не считая, разумеется, немецкого, увлекался ботаникой. Кроме того, он был юношем романтическим, мечтал о временах рыцарства и даже сочинял по этому поводу стихи. В 22 года Максимилиан стал главнокомандующим австрийским флотом. Проводил реформы, настаивал на строительстве броненосцев. Интересно, что в это время в России младший брат царя Константин Николаевич проводил во флоте точно такие же реформы. Видно, тянуло вторых сыновей к этим броненосцам. Любовь к флоту постепенно переросла в любовь к путешествиям и дальним странам. Максимилиан посетил Бразилию, был зачарован Америкой. Это, собственно, и привело его впоследствии к трагическому финалу. Максимилиан женился на Шарлотте, дочери бельгийского короля. Король, надо сказать, был человеком с претензией. Он поначалу не хотел отдавать дочь за Максимилиана, поскольку у того не было никакого приличного титула и должности. Тогда старший братец назначил его вице-королем Ломбарда Венецианского королевства. Папаша-бельгийец смилостивился и благословил брак. Франц Иосиф и Максимилиан различались не только характерами, но и политическими взглядами. Старший брат был убежденным консерватором, младший – либералом. «Правительство, которое не хочет слышать голоса управляемых, есть гнилое правительство, быстро идущее к падению», – уверял он. И начал править Ломбардии и Венецией настолько либерально, что Франц Иосиф довольно быстро прогнал его с этой должности. Впрочем, вскоре Австро-Венгрия вообще лишилась почти всех своих итальянских владений. Максимилиан удалился в свой дворец в Триесте и занялся литературой, наукой и искусствами. И занимался бы себе до глубокой старости, если бы не события в другой части света. Мексику тогда раздирали внешние и внутренние гражданские войны. С 1824 по 1857 год в стране сменилось несколько десятков президентов. Либералы воевали с консерваторами. Спустя некоторое время либералы во главе с президентом Бенито Хуаресом одержали временную победу. Хуарес был карликом 135 см, но большим патриотом. Он отказался платить долги иностранным державам. Те устроили интервенцию. Англичане и испанцы вскоре ушли. Остались одни французы. Наполеон III мечтал создать под своим патронажем Мексиканскую империю. Французы заняли Мехико и созвали собрание на табли знатных людей. На табли провозгласили монархию и предложили королю Максимилиану Габзбургскому. К Максимилиану в Триезд приплыла делегация. Он колебался. В Австро-Венгрии скучно, а в Мексике страшно. Но страсть к приключениям взяла свое. Да и чистолюбивая супруга малость помогла принять решение. Пусть за меня выскажется народ Мексики, сказал Максимилиан. Да легко, сказали на табли, и с помощью французских солдат провели какое-то подобие плебисцита. Максимилиан отрекся, отправив на австрийский престол, переименовал жену на испанский лад в Карлотто и поплыл в Мексику. Консерваторы, пригласившие его, быстро в нем разочаровались. Он не стал отменять либеральных реформ Хуареса. Наоборот, пошел еще дальше. Ограничил рабочий день, ликвидировал детский труд, отменил крестьянские долги, запретил телесные наказания, наконец ввел свободу печати. При Хуаресе существовала цензура. Так что либералом Хуарес был условным, разве что по латиноамериканским меркам. В общем, Максимилиан был замечательным правителем. Но мексиканцы не хотели замечательного правителя, прибывшего из-за океана. Они хотели, может, не столь замечательного, но своего. И воевали с Максимилианом. Тем временем усиливалось франко-прусское противостояние. Войска нужны были Наполеону III в Европе. И он вывел их из Мексики, предложив Максимилиану тоже сваливать по добру, по здорову. Но жена отговорила Максимилиана. Я, говорит, сейчас Европу сгоняю и соберу там новое войско. В Европе она поговорила с Наполеоном III и римским папой. Ничего не добилась и к тому же сошла с ума. Максимилиан оказался в безвыходном положении и в итоге попал в плен. Военно-полевой суд приговорил его к расстрелу. За него вступились европейские монархи, президент США и даже такие прогрессивные деятели, как Джузеппе Гарибальди и Виктор Гюго. Но Хуарес был непреклонен. 19 июня 1867 года Максимилиана расстреляли. Перед казнью Максимилиан написал письмо Хуаресу, в котором заклинал, чтобы кровь, которую я пролью, была последней. Конечно, ничего такого не случилось. Последовали новые мятежи и перевороты. А в 1876 году генерал Порфирио Диас установил диктатуру и правил железной рукой более 30 лет. Потом его свергли и началась многолетняя революция. Крови было еще очень и очень много. Первая Мексиканская империя была создана в июле 1822 года и посуществовала меньше года, до марта 1893 года. Это государственное образование возникло после окончания Мексиканской войны за независимость от Испании. Сначала мексиканцы пригласили на пост императора испанского короля Фердинанда VII, при условии, что тот будет править Мексикой как самостоятельным государством, а не как провинцией Испании. Но монарх суверенитет вчерашней колонии признать отказался. В результате первым императором был провозглашен президент Регенского совета Агустин де Утурбиде. Его полный титул звучал так. Божьим проведением и волей национального конгресса первый конституционный император Мексики. В скором времени против свежеиспеченного монарха восстала часть территории. А 1 декабря 1822 года мятежники объявили Мексику республикой. Поначалу имперские войска одерживали победу за победой над повстанцами. Но затем на сторону республиканцев перешла генерал Эчеверри и ситуация изменилась коренным образом. В итоге Агустин де Утурбиде был вынужден отречься от престола и бежать из страны. Во время своего краткого существования Первая Мексиканская империя занимала седьмое место в мире по площади. В нее входили 24 провинции, в том числе некоторые из нынешних штатов США. Техас, Калифорния, Нью-Мексико, Невада, Юта, Аризона. Площадь государства достигала почти 5 миллионов квадратных километров. Площадь Второй Мексиканской империи была значительно меньше, около 2 миллионов квадратных километров. Согласно проекту Конституции, опубликованному Максимилианом, власть императора была наследственной. Править монарху помогали 9 министров и Государственный совет, который, правда, имел лишь право совещательного голоса. С республиканцами император сначала пытался уладить дело мира, но даже объявил амнистию всем, кто немедленно сложит оружие, а также не совершит никаких преступлений во время боевых действий против империи. Но через год выпустил другой декрет, согласно которому всякий, кто ведет вооруженную борьбу против империи, должен быть предан военно-полевому суду, приговорен к смерти и казнен в течение 24 часов. Главной головной болью Максимилиана был финансовый вопрос. Сходя на престол, он заключил договор с Францией, по которому империя должна была выплачивать огромные суммы в счет погашения долгов. На выполнение этих обязательств ежегодно тратилось около 40% государственного бюджета. В результате бюджетный дефицит был для империи делом обычным. В 1864 году доходы казны составили 80 миллионов франков, расходы – 120 миллионов. А в 1865-м при доходах порядка 100 миллионов франков расходы достигли 200 миллионов. Значительную часть затрат составляло содержание императорского двора. Ежегодно на него тратилось около 1,5 миллионов долларов. Для сравнения, годовое жалование президента республики до провозглашения империи составляло 30 тысяч долларов в год. Эта статья была подготовлена Глебом Сташковым и опубликована в журнале «Загадки истории» во втором номере в 2014 году. Не забудьте подписаться на канал и оставить ваши комментарии. Субтитры создавал DimaTorzok